всем привет криптоголики и криптоманы вы на канале crypto comments и что мы здесь с вами видим конечно же бычий бычий разворот о котором мы с вами говорим практически постоянно на нашем канале но почему мы говорим о нем да потому что напоминаю вам что мы находимся в бычем тренде бычим тренде то есть когда и если бы мы находились медвежьем тренде то мы бы с вами говорили конечно же об обратном как мы собственно это и делали в медвежьей рынке с вами поэтому не знаю не надо все кто горят сугрине вечный туза мун это все полный бред вот здесь вот когда биток стоил девятнашку у меня я делал посты публичные вы меня то дачном не смотрели канал только начинался но я орал просто что ребята bitcoin перекуплен более чем полностью потому что его среднее значение даже вот по месячной сетки и my ribbon можно было увидеть что его среднее значение в тот же год были всего там в районе 1000 долларов да то есть он был перекуплен как бы в 20 раз и после этого мы упали естественно на 3 но сетка подросла за это время и мы упали на 3 то есть тогда было понятно что это пик бычьего рынка опять же тут я вам топил за ту за мун естественно и мы полетели наверх и вот мы летим наверх поэтому пока рано говорить о том что цикл закончен на мой взгляд опять же дисклеймер не финансовый совет естественно я думаю что мы увидим что-то вот такое и после этого что-то вот такое как это обычно и бывает в бычьих рынках мы еще не видели резкой шпильки и вот это безумство когда все орут что все long to the moon идут за кредитными заемными там у бабушек берут там своих закладывают драгоценности у кого что и прыгают в крипту тогда рынки и заканчиваются бычи обычные начинаются медвежьи и уже всем очень очень больно но через отскоки дохлых кошек все это пилится уже вниз вот пока мы этого не видим здесь что мы видим локально сейчас мы видим неуверенность мы видим сомнения мы видим то что может быть это фейковая ралли может быть мы пойдем вниз мы видим что многие блогеры даже говорят про это не знаю может быть им приплачивают биржи чтобы все в шарты вставали но по факту мы видим такие же настроения как видели вот здесь как я вам говорил когда были коррекции по 40 процентов и честная цена была в районе там 1000 долларов сейчас же это честная цена если вы посмотрите в принципе уже сидит на 40 тысячах долларов то есть сетка ну это недельная ладно я гоню месячная месячная сетка сейчас районе 20 тысяч долларов и пока мы будем идти до следующего дна медвежьего рынка да если мы пойдем вот так вот то как раз сетка поднимется тысяч на 40 я думаю что мы примерно там встретим медвежье дно вот такой вот получился у меня нудный стан я вчера купил пианино новая в дом чтобы детишки играли и вот собственно сейчас закончу это видео писать и пойду музычку играть а пока да собственно всем хочется сказать ту за муна в хату jingle bells jingle bells jingle bells праздничного настроения позитива я не знаю что тут смотреть какой делать тех анализ когда все собственно прет наверх ну давайте посмотрим 30 минутки а да я вам покажу лучше сегодня видео кевина свенсона нашего мега супер бро которого мы переводим регулярно для вас и он тоже там сказал отметил кое-какие некоторые очень даже бычие штуки по биткоину и по крипто рынку в целом и кстати говоря кевин один из самых точных аналитиков он тоже предсказывал всеми две же движения и в девятнадцатом году и ранее и так далее просто многие из вас еще не торговались здесь даже в двадцатом году напишите в комментариях с какого года вы их в крипте очень интересно и на какой бирже вы торгуете что многие торгуют на binance я знаю я тоже торгую на binance но также я торгую на buyбит всем и очень сильно рекомендую потому что бирже вообще-то все очень удобно по-человечески людей очень 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 классно сделано вот так же я торгую на фемекс Тоже рекомендую эту биржу. Площадка замечательная. Вот мы здесь как раз пробой по биткоину этот и чертили, и рисовали. Здесь также можно золотом торговать. Также торгую на Poloniex. Это старая биржа, моя любимая, еще когда не было Binance, если вы не в курсе, еще в 2016 году. Здесь весь альт-сезон был. Здесь первые торги эфиром появились. Здесь был HardFork, Эфир Классик, Биткоин Кэш. Все-все-все, вот это Dash, все здесь стреляло и тузмунило. Единственное, жалко, что они убрали, конечно, Dash из марджин-трейдинга почему-то. Ну да ладно, что можно сказать в локальной картине по биткоу? То, что мы трендимся наверх, еще раз повторяю, причем на всех таймфреймах. На часовике, на недельках мы пока только не начали, но скоро начнем, потому что мы лежим на очень серьезной поддержке, на сетке EMA Ribbon. Посмотрите, как мы уважали эту недельную сетку все три раза. Вот здесь, здесь и здесь. Поэтому сейчас начнется отскок 100%. Вот, кстати, у нас уже зеленая свитча происходит с вами. Этот отскок начнется, будет сильным. И что мы увидим? Мы увидим примерно вот такие ситуации. Надневки, да? Может быть даже вот такие. И, соответственно, на четырех часах примерно вот такие. Но чем ближе вы приближаетесь, тем сложнее, ребята, прогнозировать. Потому что хрен его знает, как мы тут пойдем вверх-вниз-вниз-вверх или вниз-вверх-вниз-вниз-вверх-вверх. Понимаете? То есть, то, что мы дойдем туда, это практически как бы аксиома. Но как мы туда дойдем, это уже дело десятое. Можем вот так дойти, можем через дамп дойти, да? Понимаете? Поэтому вот почему я говорю, торгуйте маленькое плечо или вообще спот и без стопов, как бы с дальней-дальней ликвидацией. Если вы торгуете маленькое плечо, у вас ликвидации должны быть где-то вот здесь. И все, вы спокойненько тут добрали, полетели, и вам вообще пофигу, что происходит в краткосроке. Но давайте все-таки взглянем в доминацию BTC, обсудим ее быстренько и перейдем к видео Кевина, которое, я думаю, будет тоже всем полезно. Доминация биткоина идет вниз четко по нашему сценарию, как мы с вами и ожидали. Точно, как я и говорил, как говорит товарищ Карл Рунфельд. Вот. И как бы я реально, если вы меня смотрите, я вам это давно говорил. Я ждал, что вот это все ложные отскоки, которые у нас тут были, и что мы идем по доминации выпиливать all-time low. Кто не понимает, что такое доминация биткоина, это соотношение биткоина к альткоинам. То есть, когда она идет вниз, это значит, что альткоины лучше... Это значит, что альткоины к биткоину растут. Это не обязательно значит, что альткоины тузамунят к доллару. Это может означать, что все падает даже к доллару, но альткоины падают медленнее к доллару, да? Значит, доминация падает. И наоборот, если все тузамунят, то альткоины тузамунят сильнее. То есть, если этот график идет вниз, для нас это хорошо, потому что для альт-тузамунеров, да? Я думаю, многие из вас в альтах. напишите в комментариях в каких вольтах то если график идет вниз то это alt to the moon грубо говоря вот invert график делаем и понимаем что нам нужно чтобы этот график трендился наверх ну как бы это вниз на самом деле но грубо говоря вот эта доминация альт коинов получается только с красными свечами наверх вот соответственно ждем все еще пробитие этого all time low или all time high как вам нравится и потом уже разворот в доминацию в сторону btc снова да туда когда уже начнется медвежий рынок крипты вот примерно такой сценарий я все еще его ожидаю я не переобуваюсь как многие трейдеры взад вперед по сто раз на дню и то что я не скальплю особо я могу поскальпить если я вижу сильную палку наверх какой-нибудь типа вот такую я могу попробовать взять здесь спекулятивный шорт с коротким стопом но смысла сейчас в этом просто не вижу хотя буду как я говорил своих ранних видео кто меня недавно смотрит поэтому обязательно подпишитесь на канал чтобы не пропускать и посмотреть старые видосы я много раз говорю что я собираюсь шортить новые альты новые перекупленные альты всякие сэндбоксы маны галыш малый таким даже матик понимаете даже bnb неважно что крутой проект как доджкойн как шиба как все как вот то что стреляла очень сильно чейнлинг свое время даже эфир классик мой любимый все что стреляет сильно она потом обязательно корректируется понимаете да и придет время когда можно будет заходжироваться чтобы если вдруг весь рынок начнет падать то надо будет хеджироваться грубо говоря если вы видите вот такую вот историю тут грех не за шортить но я вообще шортить не люблю я больше за лонг я топлю за старые альткойны посмотрите предыдущие обзоры если вы не знаете но я думаю что вы большинство из вас знаете много очень много мне написала человек под последним стримом что они от кирюхи эванса вот да вот поставлю им лайки я не знаю что такое ажиотаж за счет этого и все за хайп но передам тоже привет кирюхи мы с ним лично не знакомы я честно говоря о канал не смотрю но мне нравится что он топит за ту за мун как я понял поэтому да но аккуратно опять же ребята с риск-менеджментом даже если как бы мы топим за ту за мун вы пожалуйста сорви голова не не понимаете все буквально это не значит что только ту за мун алин как говорится 125 x без стопов ребята мы же не это имеем ввиду мы имеем ввиду совсем другое что сейчас рынок бычий и есть вот какие-то каналы да есть какие-то как говорится какая-то стратегия я ее придерживаюсь и надо понимать что сейчас приоритет по тренду наверх и в принципе у растущих рынков у всех да и у фондового его окну золото там у всего в принципе кроме фиатных валют и всякого шлака и скама есть тренд наверх то есть любой растущий рынок он в целом в итоге в долгую лонг побеждает поэтому short это в короткую ребят если вы поняли что здесь перекуплено за шортили вы молодец вы заработали но любой шорт в долгу если вы посмотрите если бы стояли даже с предыдущего пика вас бы через несколько лет вот смыло уже поэтому шортить делал такое шортите осторожно расстановкой с риск-менеджментом со стопами что мы видим по индикатору order book overlay то у нас с вами есть небольшой здесь продавец что здесь есть небольшой продавец который сейчас сдерживает цену от пампа но я думаю вынесут вперед ногами вообще на раз-два и вот у нас принципе здесь очень мощный блок покупателя так что я думаю это поможет вытолкать цену наверх кому интересен этот индикатор это агрегация по стаканам со всех бирж также вот они стаканы всех бирж видите у меня тут и binance и bitfinex и bybit и все что хочешь тут ftx полоникс это спотовые здесь поэтому есть еще на фьючерсные но лучше смотреть спотовые кому нужны эти индикаторы этот сервис называется trdr.io ссылка на него находится в описании вообще ну она пониже нужно крутить но я вам ее если не забуду повыше подниму вот аналитика и графики вот этот раздел вот первая же ссылка trdr.io по ней регистрируйтесь там стоит какое-то копье там я не помню баксов 100 наверно за год или чуть больше и две недели триал бесплатный но у вас будет реально вот эта вот вся тема очень очень ценная агрегация по всем биржам со всех стаканов и прямо на графике вот как в tiger trade еще где-то такое есть и тут кучу индикаторов других которых нет на trading view посмотрите я думаю вам понравится сервис очень топовый именно для трейдеров вот ссылка партнерская по ней переходя поддержите нас но также здесь очень много крутых сервисов hg артеры 10 секундный график для скальперов с звоночками ликвидации где можно слушать куда идет цена очень удобный сервис можно спать и слышать лонг или шорт вот ну trading view понятно coil glass это маржинальные позиции индекс alt сезона здесь же и всякие другие полезные штуки так что обязательно изучить этот раздел я думаю он может вам пригодиться вот мы движемся в сторону alt сезона мы пока еще не там но если посмотреть за год то это альткоин год то есть год у нас альтсезонный и вот они все монетки которые иксанули не иксанули это индекс альтсезона еще раз напоминаю вот это вот ссылочка тараев аналитики и графики вообще здесь внизу в описании очень много всего полезного вам и лучшие биржи наш телеграм и рабочие обменники хорошие кошельки кстати говоря кто хочет купить крипту или продать вывести крипту рекомендую вот этот обменник очень хороший обменник для россии криптоэксчендж здесь есть и тезер трц двадцатый и сбер и тиньков и чеки кэш курьер и москва питер все можно спокойно сбер сбер тиньков тиньков и альткоины здесь есть все даешь за кэш манера вот ли рипл light все что нужно любой банк пожалуйста работают очень быстро классно до 12 часов ночи по москве с 9 утра обрабатывают транзакции прямо за пять минут вот пальцы зон индексу что мы можем видеть что вот эти вот все монеты за год иксанули уже очень очень сильно а именно аксики луна мать их солана ftm ну и меньшей степени ван маны дочь авакс на мой взгляд вот это брать уже не надо то есть вот это может еще подрасти чуть-чуть авакс там да там дочь ванна это они уже выдали по 100 иксов а вот это все супер мега перекуплено все эти по 19 тысяч процентов дали монеты на мой взгляд это брать не надо а вот эти монеты которые смотреть вот битисе за год дал всего 100 процентов вот эти все монеты дали меньше, чем BTC. Lite, EOS, Bitcash, XMR, File, GRT. Я не говорю, что все из них, но каких-то из них, скажем так, потенциал хорошенько иксануть куда-то сюда, он больше, он высокий. И даже вот эти вот монеты, которые еще не так сильно иксанули, вот они все. Link, Telar, Tezos, Ripple, Tron, ну, вот сами все видите, Miota, Uni, ETH, DOT. Чем больше, вот, ETC чуть больше иксанул. Dash'а тут сейчас нет, потому что он из топ-50 вывалился, но я думаю, что очень скоро он туда вернется. Помяните мои слова, доскриньте мой текст. Вот, так что тоже достаточно ценная информация, на мой взгляд, по индексу альтсезона, и да, в общем, что, я думаю, что я сказал все, что хотел. Давайте я покажу вам кусочек видео Кевина Свенсона, где он проводит супер-мега-пупер теханализ, не то, что я стрелочки вверх вам рисую просто. Вот, но стрелочки вверх на самом деле отрабатывают, если вы посмотрите долго, они отрабатывают еще как. И вот по тем монетам, по которым я рисую, они, на мой взгляд, скорее всего, отработают. Особенно к биткоину, посмотрите, какая перепроданность. Stellar, Fier Classic. Вот, поэтому дисклеймер, друзья мои, не финансовый совет. Нео тот же самый, кто вот торгует. Тут все выглядит за то, что это очень скоро улетит. Посмотрите, как сильно, как резко мы видим эти пампы. Поэтому, ребята, ничего нового не скажу. Рынок бычий, тренд наверх стоит. Матик, на мой взгляд, вот уже как бы, ну, вы видите, где он был, и где он сейчас. Он как минимум может вернуться куда-нибудь в район доллара, даже если сейчас 3 пробьет. Поэтому я до этого не лезу. Ну, может, он на 4, на 5 улетит. Но, знаете, ради двух иксов сейчас в это лезть. Если вы вот не сидите отсюда, то, еще раз вам говорю, старые альты, которые еще не иксанули, можно подбирать. А старые альты, которые уже иксанули, ну, лучше не трогать, на мой взгляд. Даже Доги Коин, Додж Коин, он как бы уже, конечно, сильно упал, вроде, но с другой стороны, вспомните, где он был. Он был всегда на уровне 25 Сатоши. Валялся там 50, 70. А сейчас он в 15 раз дороже. Поэтому аккуратней, аккуратней. С тем, что уже запампилось, аккуратней. С тем, что еще не допампилось, покупайте страх. Покупайте страх, продавайте жадность, ребята. Помните это правило. И не просто общий индекс страха и жадности, который показывает всю крипту, а именно по монетам. Смотрите, вот по Дэшу сейчас абсолютный страх. Все продают. Никто не верит, что вот это был настоящий рост. Хотя посмотрите, какие палки зеленые здесь были. Тут уже видно, что ну все, вот тут сила покупателя гораздо сильнее, чем сила продавца. И многих сейчас вот это вот небольшое падение, коррекция, неприятная, конечно, на 75% вынесла. То есть все, кто покупал вот здесь, они зачем-то сейчас продают вот здесь. Дальше что будет? Очередная горка. Они опять вот здесь скупят. Опять их заставят здесь продать. Потом опять очередная горка. И вот, собственно, так рынки и растут, если вы посмотрите, вот. Поэтому дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гринник от Канн Крипто Комманс. Спасибо, что смотрите. Лайкайте. Пишите комментарии. Всем профитроли. Ставьте стопы, тейки. Смотрим Кевина Свенсона. И скоро увидимся. Пока. Это дневной график биткоина. И глядя на наше нисходящее сопротивление, похоже, что на этих дневных свечах мы только что подтвердили предыдущее сопротивление как поддержку. И это, возможно, подтверждает, что мы сейчас в бычьем bump and run паттерне. Еще раз, глядя на дневной график, мы над нашей нисходящей линией сопротивления подтверждаем ее как новую поддержку. И следующие проблемы на пути это подняться над предыдущим максимумом от сентября этого года, который в районе 53 тысяч с половиной. Я бы сказал, что это уровень, за которым я буду следить. Много поддержки на этом уровне. Так что нам нужно подняться над 53 с половиной и закрыться там. Потому что если этого не будет, если мы только поднимемся до этого уровня и отторгнемся от этого сопротивления, то мы технически будем в голове с плечами. Плечо, голова, плечо. Так что нам нужно подняться над 53 с половиной, подтвердить как поддержку и продолжить этот бычий паттерн разворота bump and run. И на трехдневном графике со свечами Хайканаши и параболик Саром мы сейчас видим вторую точку, указывающую на бычий разворот. С вот этого момента, где мы пробились вниз после того, как Тесла сказала, что больше не принимает биткоин, в мае этого года, мы спустились на 30 тысяч. И параболический стопореверс индикатор был невероятно точен в указании на точное дно, на точную вершину, на точное дно, на точную вершину. В течение полугода. И сейчас у нас есть возможный, довольно надежный, бычий сигнал. Так что я невероятно уверен сейчас, что это дно. И мы увидим несколько недель роста. И возможно несколько месяцев роста. И может быть даже полное восстановление обратно к максимумам. И что это будет означать, если биткоин будет восстанавливаться? Как будет выглядеть еще более общая картина? По моему мнению, о чем я говорил на канале очень много, за что известен этот канал в последнее время, это три пика и дом с куполом. И похоже, что это довольно вероятно, что мы сейчас в середине создания нашего первого этажа, перед движением на крышу. Так что мы хотим увидеть консолидацию в районе предыдущих трех пиков. Я думаю, что это то, что сейчас вероятно. И потом мы прорвемся на крышу. Так что я думаю, что мы попросту сейчас в этой стадии, создание первого этажа. И потом посмотрим, когда в 2022 мы прорвемся или нет на новый all-time high. Я думаю, вероятно, что прорвемся. Но пока следим за этим бычьим bump and run паттерном. И еще раз, я думаю, что мы поднимемся, по крайней мере, до 7.86, если не до all-time high. Спасибо за просмотр. Если вы хотите больше такого контента, подписывайтесь на Crypto Commons и всем профита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok